Всем привет, с вами Маги и это видео блог магазина Сникерхед. И у нас свежие новости о кроссовках. Погнали! Буквально на днях появился свежий лукбук бренда Акроним, в котором сам Элсон представил новых неизданных и непонятно какой расцветки Nike Presta Акроним. Очень крутая расцветка, на мой взгляд. По-моему, там какое-то смешение и рефлектива, и серебра, и серых оттенков. Мне очень нравится, мне зашло. Что это такое, пока не понятно, поэтому давайте будем следить за новостями. Трэвис Скотт на этой неделе главная звезда кроссовочной индустрии. Вначале он показывает сумасшедший возможный релиз на Джордан 1 с обратным слушам и буквально через пару дней является главной звездой новой компании, посвященной Air Jordan 33. Блядь, это успех, чувак популярен, крут, и реклама получилась охуенная. Австралийская компания Bespoke END сделала сумасшедший коллаб, точнее сумасшедший кастом, это не коллаборация, это именно кастомная модель, на Nike React 87 и добавили на нее такой крутой элемент в виде нашивки ACG, плюс цветовая палитра соблюдена именно вот в этих, как сказать, ярких оттенках, которые используют ACG. И я, честно говоря, вначале подумал, что это, блин, что это коллаб, это очень круто, и чем мне нравятся ребята из Австралии, не своим каким-то безумным подходом, а наоборот, все довольно-таки аккуратно, ровно и качественно. Но в этот раз они добавили немного сумасшедшего и получилось круто. Для всех фанатов МММ нет, не банка. Мейсон Мартин Марджелло выпустили кроссовки, которые похожи на ввязанные носки от бабушки, но стоят на подошве в вибрам. Не знаю, они то ли где-то уснули, то ли пытаются нагнать уже то, что ушло, потому что, мне кажется, кроссовки-соксы отбегались еще год назад. Аглишус тоже отбегались, и тут Мейсон выпускает их. Что-то, мне кажется, не то происходит в бренде. Мне кажется, там кто-то забухал. Для всех любителей французского рэпа и кроссовок TN+, в особенности северу, передаю привет. Могу вас поздравить. Выходят, точнее переиздаются три оригинальные расцветки. Голубая, фиолетовая и оранжевая. Вот это реально OG мадеф-пака. Adidas и Farrell продолжают нас радовать крутыми расцветками NMD. В этот раз Farrell подтянул собственный бренд Billionaires Boys Club и сделал три крутые расцветки. Блин, вот эту модель я хочу. Хотя я не фанат абсолютно NMD-шек от Farrell, но что касается Billionaires Boys Club, здесь я слаб. Магазин F.U. на следующей неделе подготовил для своих фанатов очень крутые релизы. А именно, это старый ресток практически всех крутых коллабораций с Asics, Kangarus, LeCock Sportif, Deodora. Короче, для всех любителей европейских беговых шузов стоит задуматься, а возможно даже прикупить билеты в Европу. На этой неделе отличился не один рейтер. Канни Уэст также был очень крут. Он поехал в Уганду, где вручил кроссовки самому президенту Уганды. А после этого вместе со своей женой поехал и раздал эти кроссовки детям. Блин, он держит свое слово. Как он и сказал, он оденет весь мир в Изи. Тут он это делает, собственно, ручное. Магазин Paker Shoes не обошел стороной модель X-90 от New Balance и подготовил свой вариант так называемой расцветки What's There, которая собирает и объединяет в себя несколько самых аутентичных расцветок. Для всех фанатов Air Max 95 и, в частности, для Вовы Веселова есть отличные новости, точнее слухи, что бренды Cowan и Supreme сделают коллаборации на следующий год именно с этой моделью. Что ж, ждем. Австралийский кроссовочный магнат Sneaker Freaker делает коллапс Casio. Шикарные серые часики, но еще круче упаковка, сделанная в виде гробика и украшенная вот этим паучком с красной молнией на спине. Обожаю, когда бренды придают столько значения деталям и делают не под себя какой-то коллапс, а просто посвященный празднику. Это очень круто. Рэп. А с вами был Маги и видеоблог магазина Sneaker Head. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять свои комментарии, бить в колокол. Мир. Продолжение следует...